Иван Барченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий вооруженных сил Украины, на связи со студией Freedom. Иван, приветствуем вас в эфире. Добрый день. Добрый день, слава Украине. Героям слава. Иван, давайте начнем с того, что охарактеризуем ситуацию, какова она на сегодняшний день в Донецкой области, какие силы противник собрал сейчас, какие они в регионе. Возможно, сейчас мы можем какое-то впечатление сложить о той группировке, которая там присутствует, о той технике, которая сейчас присутствует. Также, я понимаю, сейчас основной упор противник делает на применение авиации, на преимущество авиации. В общем, какова сейчас ситуация? Да, российский оккупант старается маневрировать теми силами и средствами, которые у него есть по всех участках фронта. И, соответственно, использовать эту возможность, опять же, пока она у него еще есть. Пока почему? Потому что понимаем, что с достаточным количеством сейчас боеприпасов и достаточным количеством оружия, позволяющего сдерживать оккупанта и ломать его логистику, мы не дадим им возможности в таких темпах сосредотачиваться на тех или иных участках фронта. Да, сейчас они подтягивают с южного направления, с северного направления, подтягивают свои силы и средства для того, чтобы продавливать там, где им кажется, что у них получается. И, например, мы понимаем, что Покровский, Покровское направление и направление на Константиновское, на Часевьяр, это приоритеты сейчас, исходя из тех сил и средств, которые враг сосредотачивает. И мы понимаем, что да, они ищут дополнительные какие-то сотню, возможно, тысячи военнослужащих, которых можно с других участков подтянуть, чтобы усилить давление здесь, на этих направлениях. Украинцы вместе с тем, смотря на то, какая динамика на линии фронта, опять же, исходя из информации, которую дает наша разведка, понятно, что исходя, прежде всего, из информации Генерального штаба Украины и того, что дает разведка сейчас наших союзников, партнеров, в том числе через открытые источники, как Дипстейт, мы понимаем, что не удается российским оккупантам, даже в условиях, когда окно возможностей у них еще есть, когда еще недостаточно средств для того, чтобы совершенно полноценно отрабатывать артиллерию и линию фронта, нету авиации в Украине, им все равно не удается продвигаться. И мы видим, что они забуксовали и на Харьковском направлении, и на направлении Лыманском, и сейчас им не удается достичь каких-нибудь более-менее заметных успехов ни на направлении Константиновском, ни на направлении Покровском. Поэтому, да, эта ситуация точно будет продолжаться, скорее всего, точнее, будет продолжаться, потому что совершенно точно здесь тяжело говорить. Мы понимаем, что россияне не останавливаются перед любыми тратами, особенно если эти траты касаются там живой силы или денег, энергии необходимой для того, чтобы сконцентрировать очередные свои силы. Поэтому, да, мы говорим, что, скорее всего, до того, как Украина получит самолеты, мы будем иметь вот такую вот приблизительно линию фронта, которая является на сегодняшний день. С усилением наших возможностей можно будет говорить о другом виде уже деятельности боевой, мы можем говорить о наступательном характере в некоторых местах, о том, что мы можем быть эффективными, в том числе в наступательных действиях, или в том, чтобы останавливать и отбрасывать врага даже без там дополнительных усилий. Давайте более детально рассмотрим ситуацию по отдельным участкам на Донецком направлении. Часовьяр. Если помните, да, Иван, месяца четыре, а то и больше уже длится наступление россиян на Часовьяр, и даже в начале этого наступления были такие разговоры, что Часовьяр придется сдать, но вот четыре месяца все никак не удается россиянам его захватить, не обойти с флангов, ни в лоб, так сказать. Единственное, что они могут, это стирать с лица земли кабами и артиллерии микрорайоны, и тогда, когда защищать уже по сути нечего, они, как они называют, продвигаются, да. Так вот, микрорайон, канал на восточной окраине Часовьяра, наши силы оттуда отошли за канал Северский Донецк, Северский Донецк, Донбасс. Насколько эта позиция сейчас, вот эта водная преграда усилила наши способности обороняться? Она там не сказать, чтобы была сильно водная эта преграда, но вместе с тем этот канал, это была возможность, это глубокая траншея, скажем так, если говорить военной терминологией, глубокая траншея, позволяющая сдерживать наступательный порыв, особенно техники. И понятно же, конечно, что это то, что россиянам удалось зайти туда, это в плюс им, и понятно, что украинцы теперь на других рубежах держат оборону. Вместе с тем, является ли это каким-то решающим моментом? Нет. Ни один квартал, ни один канал в Часовом Яре не являются решающими. Мы понимаем, что это тактические оппозиционные бои сейчас вокруг одного из небольших украинских населенных пунктов. Поэтому Россия, конечно же, использует сейчас свои конкурентные преимущества с КАБами. И мы понимаем, что наши союзники, не скажу, что совершенно спокойно, но, конечно же, это не дает нам позитивных эмоций, смотря на то, как наши союзники относительно спокойно относятся к тому, что россияне имеют возможность руйнувать, как это, уничтожать наши рубежи обороны, в том числе те рубежи обороны, которые проходят по территории городов, маленьких населенных пунктов с помощью авиации и с помощью КАБов. Это, конечно же, тактика, которая появилась не сегодня. Мы понимаем, уже около года россияне активно ее используют. Она показала свою эффективность только при одном условии. При условии контроля над воздушным пространством. И сейчас россияне, к сожалению, имеют возможность контролировать воздушное пространство. А возможность не дать россиянам контролировать воздушное пространство имеют наши союзники. И почему-то они тянут с тем, чтобы эта возможность появилась в руках Украины. Это и говорится не только об F-16. Это говорится о системах, о достаточном количестве систем противовоздушной обороны, которые можно подтянуть к линии фронта. И тогда мы понимаем, что уже в очередной раз, как бы это ни было, горько слушать иногда. Но и Авдиевка совершенно другой бы вид имела. И продвижение на Покровском направлении через населенные пункты украинские совершенно другой бы вид имели. И боевые столкновения сейчас в районе Часевого Яра имели бы другие совершенно последствия для россиян. И, возможно, мы бы не говорили сейчас о том, какое значение имеет этот канал, канал, проходящий в преддверии города Часевьян. Абсолютно с вами согласен, Иван. И вот давайте еще эту историю с разрешением Соединенными Штатами бить вглубь, если вширь будет, так сказать, со стороны России расширяться фронт. Но вот странные эти все формулировки, куда уж дальше расширять. По-моему, Восточный фронт от северной границы до Крыма уже расширен. То есть вот эта долгоиграющая история с разрешениями, конечно, она некоторым образом, ну, как это сказать, тревожит, не тревожит, раздражает, да. Если посмотреть вот на всю эту ситуацию, если говорить об ударах западным оружием вглубь территории России, какие могут быть по-вашему первоочередные цели сил обороны, можем ли мы говорить, что куда достают дроны, могут достать и ракеты. То есть я имею в виду аэродромы, там, где находятся как раз эти самые носители кабов. Да, можем говорить. Конечно, можем говорить. Опять же, наши союзники в своем арсенале имеют возможности работать большими ударными системами на большую глубину, на тысячи километров вглубь территории. В данном случае, если бы это оружие было в руках Украины, вглубь территории Российской Федерации. Понятно, что большие разрушительные мощности, позволяющие, опять же, носители этих больших разрушительных мощностей, они были бы более эффективными в работе над такими объектами, как аэродромы, как российская логистика, как российские базы. Конечно же, это было бы значительно сильнее, чем десяток или два десятка дронов, поскольку мы понимаем, что дрон может нести ограниченное количество взрывчатого вещества, и, соответственно, эффективность его этим ограничивается. Наши союзники придерживаются традиционной для себя политики дипломатии мелких-маленьких шагов, и, знаете, такое затягивание удавки, только при этом, ну, как видим, иногда нам очень больно бывает, из-за того, что эта удавка очень долго затягивается на шее российского оккупанта. Поэтому мы понимаем, что сегодняшние там 100 километров и с перспективой на 300 километров, работая на глубь российской территории оружием наших союзников, они, конечно же, будут превращаться в 200-300 километров, а после этого, в конце концов, будут сняты любые ограничения, и в этом логика, железная логика современной войны, но вместе с тем сейчас они играют в эту дипломатию. Лучше бы не в дипломатию играли, а лучше бы давали больше оружия. Давайте вернемся к Донецкому направлению, уж коль мы об этом говорим. Торецкое наступление россиян. Насколько, по-вашему, оно было ожидаемым со стороны вооруженных сил Украины? Насколько оно было логичным? Некоторые эксперты говорят, что тут преследуют наши противники несколько целей. Во-первых, из-за того, что не могут взять в лоб Часавьяр. Это еще одна возможность для, возможно, флангового наступления в этом направлении. А с другой стороны, оттягивание ресурсов от Покровского направления, от стремления россиян выйти на трассу Константиновка-Покровск. Вот ваше мнение по поводу Торецкого наступления. Это совершенно логичный шаг россиян. Он совершенно мог предусматриваться и, скорее всего, был предусмотрен в наших замыслах, предусмотрен как сценарий, возможный сценарий, возможный вариант. Поскольку в сегодняшней войне, в сегодняшней тактике войны замыслы, опять же, когда они на оборону, например, складываются, то понятно, что учитывается максимальное количество вариантов действий противника. И здесь, как мы, в условиях эластичной линии фронта, прощупываем на каждом километре, опять же, врага с тем, чтобы понять, где у него слабое место, с готовностью в это слабое место ударить, зайти, сделать, создать продвижение в линии фронта. То есть и враг также понимает, что он прощупывает все позиции украинские, и там, где у него получается, он концентрирует силы и средства для того, чтобы развить успех. Поэтому, конечно же, все предусмотренные были возможности, и украинские силы обороны реагируют. Прорвать украинскую оборону врага не удается, несмотря на все усилия, несмотря на все их заявления, точнее, удается, но только в средствах массовой информации в российских. Мы помним, как под Харьковом они не один раз прорывали, как на Донецком направлении они прорывали, уже чуть ли не устремлялись там к городу Днепру, а там уже чуть ли не захватывали Харьков. Мы понимаем, что это в пропаганде, в российской они давно уже все прорвали и давно уже все захватили. Но вместе с тем, как видим на реальной линии фронта, на карте, да, они стараются, да, они там стачивают свои силы. Ну, и нефть не получается. — Иван, вот мы уже говорили с нашими гостями в эфире. Хочется узнать ваше мнение. Вот это вот частое использование россиянами мотоциклов, даже вот, говорят, самокатов электро, мотолык с мангалами, гольф-каров и так далее. Говорит ли это о том, что потери, в частности, в бронетехнике, ну, достаточно серьезные у противника. И вот этот вот лимит по использованию танков, БТРов, сейчас он достаточно заметен. И то ползущее, ползучее наступление россиянам удается только за счет живой силы и как раз именно авиационной составляющей. — Я бы не связывал так абсолютным образом эти вещи. Там отсутствие бронетехники, отсутствие тяжелой техники и гольф-кары. Это, скорее всего, параллельные вещи, которые идут иногда независимо одни от других. То есть мы понимаем, что у россиян военная промышленность не позволяет не то, что нарастить, а даже компенсировать те траты в бронетехнике, тяжелой автомобильной и в автомобильной технике, которые они несут на Украинском фронте. И поэтому все чаще приходится ходить пешком не только под линией фронта, где всех ходят пешком, и наши бойцы ходят пешком или используя какие-то легкие средства, а и в отдалении от линии фронта мы видим, что они ощущают большой дефицит в этой технике, позволяющей просто их перевести с места на место. А что касается гольф-каров, легкой техники, велосипедов, квадросиклов, сегодняшние технологии быстрой маневренной войны предусматривают то, что и в украинских войсках должно его быть больше. Поскольку простой человек, проходя на линии фронта, это не 4 километра в час, знаете, как мы учились в школе, сколько может пройти человек. Среднестатистически 4-5 километра в час. Нет, на линии фронта километр это час в лучшем случае. И поэтому, конечно же, велосипед, электровелосипед, самокат, он очень ускоряет эти маневры. Поэтому понятно, что российские оккупанты тоже будут пользоваться этими возможностями. Спасибо, Иван, за участие в нашем эфире. Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий в ВСУ был на связи с нашей студией. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.